Один бой проигрываем уже! Столь траурное изображение некоторые зрители восприняли как знак поражения не избежать. Трансляцию под всеобщий гул клаксонов возобновили в тот момент, когда трехцветные проигрывали Кленовым с минимальным счетом. В руках флаги, на лицах боди-арт, в глазах вера в команду. Но вот именно так выглядел в этот вечер типичный барнаульский болельщик. Россия! Россия! Знаменитая кричалка в фан-зоне возле торгового центра арена звучала не так массово, как обычно. Подвела погода, именно поэтому рекорда по посещаемости не случилось. Часть зрителей вовсе предпочла весь матч провести в автомобиле. Холодно. Запрещен алкоголь, здесь акцент на культуру боления, на здоровье. И я думаю, многие с семьями приходили, болели. Я думаю, хорошие положительные впечатления без драка, эмоций было очень много. Это уже новенький ледовый дворец Карандин-арена. Трансляция чем-то напоминает просмотр любимого фильма в кинотеатре. Приглушенный свет, большой экран, с той лишь разницей кричать разрешается. Во время матча оказалось, что от эйфории до надежды всего один шаг, точнее гол. Воробьев и компания смогли дотянуть лишь до вертайма. На больше олимпийских чемпионов Пхенчхана не хватило. Сразу же после финального свистка болельщики с встроенными рядами потянулись к выходу. Тут же договорились собраться вновь, правда уже во время домашнего чемпионата мира по футболу. Надеются, что там победных эмоций будет все же больше, чем на хоккее. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...